Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Буфсуновский. Сегодня мы поговорим о request, post, get, request, get, get. Вообще, вот об этом выражении, которое часто встречается в коде. Что это происходит, как это происходит в Django. В описании будет видео, где вообще принцип работы request, здесь оно навряд ли в листах будет, развернете, вот найдете http request Django. Тут будет немного видео, первое, откуда в Django http request появляется. Теперь сразу говорю, будут, сейчас буду рассказывать немножко про экземпляр класса. Поэтому не надо кричать, а ты же, Буфсуновский, говорил, это не экземпляр. Поэтому сразу внесу уточнение, вы поймете в этом видео, когда я буду говорить. Не везде. Если бы Django взяли, вы... Это, кстати, то, с чего надо начать работу Django. Request response. Об этом будем разговаривать, потому что вот это все, оно сразу начинает у нас везде происходить. И большинство людей что делают? Скопировали, работает и добре. Вот так же писать неинтересно, ребят. Надо же хоть что-то понимать. Давайте я вас натолкну на эти мысли. И поработаем немножко с документацией. Ну, блядь, ну хватит обходить документацию. Хватит. Надо раз сказать себе. С этого момента я работаю с документацией. К этому слову говорю. Ой, это блокчейн, не то хотел показать. Вот курс Django, где мы работаем, пишем сложный сайт. И вся работа построена на документации. Последнее время, последнее время, два человека написали. Два человека написали. Один парень написал, оставить отзыв о школе о ее полезности. Ну, это не так, это понятно. Хотя я не прошел все уроки на платформе, прохожу до сих пор выборочно. Понял, что документация, это не так страшно, как кажется на первый взгляд. И сегодня сдал заказчику первый проект, небольшой сервис API на Django. И этим, безусловно, есть и доля школы. И второе, где это, где-то в ВКонтакте я оставлял эту. Вот второй парень. Спасибо за проделанную мега-работу. Django с таким объяснением становится не таким уж дремучим лесом. Особенно, когда каждая настройка, каждый URL правильно описан в коде. Все, что я раньше просмотрел с курса, поверхностно проходили документации. Вот давайте немножко разбираться в этой документации. Потому что, если честно сказать, без слез нельзя смотреть. Если набрать... ...request, допустим, там... ...postget. А что это, как работает? ...в книгах... ...в книгах... ...сейчас переведем, посмотрим. Это новое что-то. Я просто раньше не видел. Не нашел... Да, правильно. В книгах авторы как пишут? Это делает то, то, то. Ну, правильно. Ну, не пиши ты вообще ничего, если ты ни хрена в этом не понимаешь. А вы, ребята, будьте. Смотрим здесь. Кроме того, get позволяет указать дополнительный параметр значения, который означает... Если ключ отсутствует в словаре. Ну, про словарь, то правильно. Это правильно. Это правильно, да. Но здесь не хватает одной фразы. Ну, вот это правильно. Ладно. Это поведение любого словаря Python. Так. Сопинание, что get является... Нет, это неправильно. Это из жопы. Это называется обычный метод Python. Все. Давайте разбираться. Ну, не могу читать. Ну, расстраиваюсь. Ну, как это такую чушь писать? Еще, что будет в описании, кому интересно, либо здесь, если позже, сейчас смотрите, если позже, там, 23-го года, то Django пишем сайт с нуля. Значит, ваку этот плейлист искать. И здесь открываетесь, и до хрена видео, большая часть бесплатная. Можно сразу брать и делать. Это начальные видео. Все остальное и без начала на курсе, да. Это просто тут небольшой кусочек, потому что видео тут будет вообще, наверное, уже больше 400 или 500. Я их не считаю. Здесь начало. Первое видео, какой сайт пишем. Тоже это дам в описании. Django 4 пишем сайт с нуля. Еще будет ссылка в описании. Вот с документацией, да. Django, HTTP, Request. Библиотека и то, что к ней относится. То есть сказать что-то одно про Django. Вот мы с вами в прошлом видео рассмотрели, что срабатывает Mildware, да. Промежуточное программное обеспечение. Как, когда получили исключение. Теперь давайте пробежимся по исходному коду и докам и посмотрим вообще своими глазами. Сравним доки с исходным кодом и начнем хоть немножко соображать, чтобы у вас было направление какое-то, да. Для того, чтобы принимать какие-то решения, думать, знать, где посмотреть и так далее. Обратите внимание. Django перфекционисты. Поэтому понятно, что они расположили пункты по степени значимости. Начнем с URL-диспетчера. URL мы в школе разбираем. Здесь сразу не буду вам путать сейчас URL, потому что и так тут будет трудно. Первое. Давайте обратим внимание на то, как описывается процесс. И на слова, на слова объект, экземпляр. Когда пользователь запрашивает страницу с вашего сайта на базе, с базы Django, это алгоритм, который исследует система. Иными словами, есть сайт spb-tut.ru на Django. Вот, Django запрашивает на страницу сайта, пусть главная, либо какая-то, и происходит некий процесс. Django определяет корневой URL. Откроем сразу то, что мы писали. А, это тога, это я другое для человека готовлю. Это, то видео посмотрите, потому что в прошлом видео мы вот это писали, разбирали, да, то есть, что оно-то делает, этот реквест. Иными словами, смотрим. Первую очередь Django обращается к чему? Вот у нас есть путь, да. В том случае, путь это был сайт spb, да, главная страница или там любая другая, но вопрос в том, что упирается в путь, который указан в URL. Понятно. Патч. Давайте смотреть патч. Что здесь Django делает? Итак, смотрим патч и смотрим, что здесь Django не оставляет без чего-либо. Стоп, неправильно сказал. Не оставляет так, чтобы пользователей, от пользователей ничего не зависело. То есть, роута, видим, обязательный позиционный параметр. И вьюха. Все остальное, хочу, делаю, нейм и другие значения, сейчас нас не интересуют. Два параметра вбиваются. То есть, путь и вьюха. Понятно, почему они сделали обязательными и позиционными, для того, чтобы пользователь их не припустил. То же самое, вот они показаны. Отлично. То есть, путь и вьюха. Мы до этого в прошлом видео писали request data, представление, да, функцию. И, ба-бам, уперлось. Читаем дальше. Я хочу, чтобы вы проследили и научились видеть хоть что-то в документации. В школе приходите, будете видеть больше. Так. Да, ребят, пока не забыл. Пока. Потом уже не буду отвлекаться. Еще повторю. Вот здесь есть еще видео крутой Python. В школе есть индивидуальное, но есть и обычное обучение, просто вы когда покупаете доступ, да. И здесь есть видео крутой Python. Здесь ребята, которые занимаются бесплатно. Посмотрите, разные варианты. Кто-то приходит с кашей в голове, кто-то приходит с нуля. И какие-то варианты для себя поймете, да. Видео прорыв будет в описании. Для прорыва в мозгах. Так и скопировать для прорыва в мозгах. Потому что изучаем, изучаем, а писать не можем. Ну, глупо, что так же не бывает. Все обувь Суновского пишут. Хочешь, не хочешь, если есть желание. Итак, определяет корневой модуль URL.conf. Поехали. Открываем. Сеттинг. Вот URL.conf. И здесь наше представление. Стоп. Да. Наш проект, а не представление. Send request URL. Иными словами, указан тоже сам путь. Наш проект, send request, вот он, здесь видит, это по относительным путям определяется. Send request URL. То есть указан путь, где читать, чтобы Жанга себя не запутала. Но она-то не запутает. Настройка, но есть входящая часть HTTP request, объект имеет URL.conf, атрибут. Смотрите. Атрибут устанавливается промежуточным ПО. Его назначение будет использоваться вместо атрибута rooton.conf параметра. Правильно, мы с вами, мы с вами, вот этот момент должны прочитать. Потому что, когда ребята начинают говорить, там, что такое, давайте-ка вот, чтобы было понятно, что мы будем рассматривать. Здесь где-то, сейчас, секунду, сейчас открою еще один проект. То, что мы делаем в школе, да, практика Жанга. Открываем. Открываем вьюху. И вот здесь такой дитиль вью, момент, который присутствует везде. Везде, практически в каждом приложении мы делаем следующее. Request метод. Далее идет вот то, что зачастую вообще не понимается. Вот этот вот момент я сейчас скопирую. Формы, кстати, мы делали хорошо. И просто закрою, да, этот проект, чтобы не путаться, да, между проектами. И здесь... Потому что наше дело сейчас такое. Вот что не понимает большинство ребят, вот эта вот вещь, это мы смоделируем ситуацию. Здесь в данном случае пост, здесь в другом случае будет дед, но тем не менее, что это такое, каждое из слов себя представляет. Сейчас это уже напишем в Юпитере, в Джупитер, да, напишем, мы смоделируем ситуацию. Так, вроде все готово. Читаем дальше. Джанг загружает этот модуль, ищет переменные URL patterns. Тут вполне все понятно. Вот она, переменная URL patterns, которая является списком, да. Это должна быть последовательность, то есть список джанга URL patch, экземпляры. Да, это мы все поняли. Джанга просматривает каждый шаблон по порядку, останавливается на первом, который соответствует запрошенному. Мы с вами URL изучали, так как я все-таки больше для участников школ, а кто новый, так хоть что-то начинают понимать. Как только один из шаблонов совпадает, представляет, передаются следующим образом аргументы. Экземпляр HTTP request. В данном случае используется конкретно слово экземпляр. То есть, понятно, что HTTP request это класс, мы увидим дальше, и по названию понятно. Экземпляр. В данном случае. Но, как говорится, от него мало что зависит, чтобы вы знали, что джанга не сломается. И там дальше уже нас мало интересует. Итак, смотрим так. Итак, URL-диспетчер при обнаружении в юхе срабатывает мельдвэр. Давайте еще раз представим эту ситуацию воочию. Мы с вами убираем параметр request отсюда, да, и запускаем проект. Это мы делали в прошлом видео. Что происходит? У нас там путь был дата. Мы получаем исключение. Реквест дата, так и... В общем, надо один позиционный аргумент, а у нас ноль. Далее, джанга объясняет. Объясняет двумя исключениями, в которых все сказано. Итак, ошибка типа, requestData, то есть это наша функция, нет позиционных аргументов. И дальше мы видим связанный метод базы-хендлер. Да? Сейчас ради интереса посмотрим. Стали грузить разработчики джанга? Нет, не стали. Правильно. То есть, как мы видим, обработчика здесь нету. Ну, видно, посчитали, что не нужно. Да? Хорошо. Ну, посчитали, посчитали. Это же их право. Нас интересует еще последнее исключение. Чего-то отсутствует. Ну, вполне понятно, чего отсутствует. Отсутствует ответ. Так как request это запрос. Сейчас окунемся чуть больше. И request. Прямо мы здесь натыкаемся на что? На то, что работает джанга как... Как? Да все банально просто. Работает при помощи келвеков. Да? Функция обратного вызова. Но, тем не менее, я бы хотел, прежде чем мы напишем тот код и будем понимать, вот тут, ребята, вам показать одну очень интересную вещь. Вот смотрите, здесь есть строка. Джанга Коры Хендлер с ВСГИ. Хендлер. Да? То есть, смотрите, давайте-ка мы откроем ради интереса. Открываем джанга исходный код. И я вам покажу очень интересную вещь. Открываем библиотеку обработчика. Да? Открываем джанга. Открываем библиотеку обработчика. Так. То есть, нам надо ядро. И здесь мы найдем библиотеку обработчика. И вот тут мы видим файл ВСГИ. Абсолютно верно. Это именно по этому принципу работает наш файл в... В... Сеттинг ВСГИ. Да? Джанга Коры ВСГИ. И там бла-бла-бла. Давайте-ка откроем ВСГИ. И что мы видим? Во-первых, что привлекает сразу внимание? Импорт. Джанга. HTTP библиотека. Импорт. HTTP request. И кередикт. Парсим коки. И начинаем мотать. И видим. Ха-я-моё! Разработчик-то может ни хрена не понимать. Поэтому Джанга, Джанга, чем он хорош? Почему его все-таки называют еще с версии 1 и Яндекс-разработчики постоянно говорят, да, Джанга это фреймворк. Смотрите. Запрос ВСГИ напрямую наследуется от класса, который мы сейчас будем смотреть. HTTP request. Помните, я в начале видео говорил? Да, можно сказать. Функции это экземпляр. Когда мы пишем, смотрите. Очень интересный момент. Функции, когда мы пишем request data, да, это мы доберемся сейчас. Request. Это экземпляр. Я покажу, как я до этого дорылся еще давно. Сейчас. Request. Но работа Джанга не зависит от разработчика. Ее не поставили, а то разработчику что-то взбредет голову. Я вам скажу больше, ребят. Вот этот request, когда мы указали первый аргумент, он пишется как request. А слово может быть абсолютно любое. Но, заметьте, тут не может быть цифра. Я потом еще сделаю один вывод. То есть, саму работу сервера они поставили, что он работает только напрямую с Джанга, не общаясь с пользователем. Получается, что следующая картина. Ты, вот смотрите, вот набрался адрес. Как мы говорили, да? Вот функция, которую мы написали. На самом деле она ни на что не влияет, ни на безопасность, ни на что. Почему? Потому что является как бы только пусковым механизмом, который перепроверится... Не перепроверится. Который запустит всего лишь мельдвер, да? О мельдвер мы с вами разговаривали. Если взять в настройках, и мы с вами писали свой мельдвер, уже когда в школе, сейчас работаем. Я говорил в некоторых видео, но сейчас уже не буду отвлекаться. То есть, есть промежуточное ПО, да? Иными словами, Джанга-разработчики, мы в нем побываем сейчас, да? Говорят, они просто говорят прямым языком, хотя бы используйте... Come on, come on, мельдвер. Хотя бы это используйте, чтобы работать безопасно и стабильно. Потому что именно... И плюс, ну вот эти 4, они 4, да, вообще. Но вообще, есть по умолчанию, не надо ничего выбрасывать. Добавить можно. Так вот. То есть, функция, которую мы написали, и URL ее вытащил, то есть, действительно, вот одного хлопца читал комментарий, он мне понравился, он соображает. Он там писал, что, ну не может же быть, чтобы само по себе что-то произошло. Поэтому давайте разбираться, правильно. То есть, по сути дела, вот здесь параметр, вот здесь параметр, который является в данном случае экземпляром HTTP request, в данном случае, ребята, но не в другом, как вы видели, да? Только делает что? Запускает функцию. И вот тут еще один маленький момент. Сейчас, если... Могу забыть, ребята. Request. Вот мы написали слово request, первый параметр. Django уже позаботится, чтобы по минимуму было извлечено. Это здесь мы писали. Но по минимуму извлечется несколько вещей автоматом. Иными словами, чтобы достать эту страницу сервера, вот допустим, да? Ведь она должна извлечься. То есть, уже автоматом сервер, а каким образом вы уже догадались, он сделает, да? Излечет страницу правильно. Даже если мы там понаписываем ерунды, все равно по умолчанию будет извлечено несколько вещей. Смотрите, это то, что я говорил вам, вот про этот фрагмент, да, в SGR request, что он будет напрямую работать после того, как дана команда FAS, да, этой страницы сервера, хватая ее, то сервер напрямую будет взаимодействовать с классом HTTP request, который мы будем, и извлечет, по крайней мере, несколько вещей. Сто процентов. А мы с вами почитаем потом. Пока давайте зайдем в исходный код, то есть, это мы видели, а теперь, теперь, вот здесь интересный момент, еще раз надо повторить. Хендлер базы, 197 страница. То есть, код, да, вот он, 197, и смотрим. Напомним, это мы разбирали. Вот здесь написано, смотрите, на этом моменте, почему оно не сработало, применить промежуточное ПО-представление, да, то есть, там, где все зарождается. Вот оно, исключение. Сначала в миддвер мы уже до конца не полезем сейчас. То есть, здесь четко ответ. Функция обратного вызова, которая требует обязательно первого параметра request, и далее поехали функцию обратного вызова саму, и другие вещи. Если нет ответа, то вызвать исключение, которое мы как раз и получили. То есть, в данном случае обработчик обращается и, получается, сотрудничает, или как правильно, тут по-простому объяснить, и с совьюхой, и URL, и с миддве, ну что ж, давайте для начала вообще посмотрим, что это за файл, а то я вас уже далеко увел, тут можно часами рассуждать, хотя бы минимум, чтобы уже понимали. Итак, еще раз напоминаю, вся работа Django строится на понимании запроса-ответа, так как, когда мы делаем любой сайт, иными словами, что происходит? Да все происходит очень простое. Есть у нас так, это долго будет рассказывать. есть у нас сайт, куда, где на сервере мы посылаем запрос, получаем ответ в виде страницы. Теперь, а, вот, что я хотел сделать. Давайте-ка мы сначала наберем, исключение нам понятно, это можно убрать, опять Django, и понятно, что HTTP. Для новичков рассказываю. HTTP никак не относится к Django. HTTP вообще никак ни к чему не относится, так как это отдельная библиотека, которую, про которую я рекомендую почитать, ну, вы можете найти, где хотите, прочитать в MDM Mozilla, да, то есть HTTP, протокол передачи гипертекста, то есть гипертекстовой разметки, иными словами, гипертекстом у нас читается HTML, да, и там, и, и здесь почитаете, вас здесь должны сейчас интересовать две вещи, GET и POST, то есть на это обращаю внимание, что эти вещи пишутся с большой буквы, то есть это нельзя перепутать, иными словами, когда мы смотрим вот здесь request POST GET, то уже вот это, вот это понимается нами, что это POST запрос, запросы эти различаются тем, что GET запрос это то, что мы видим в строке браузера, он видимый, POST запрос, это заполнение абсолютно любой формы, и он передается, его не видно в браузере, да, как вы почитаете, я не буду сейчас на этом заострять внимание, иными словами, еще зачастую спрашивают, а что ж надо знать, когда мы работаем с веб, жизнь подскажет, уже насчитываем, нам надо знать, в данном случае, пайтон, нам надо знать, что, HTML, CSS, нам надо знать, HTTP, библиотеку, и другие, когда будет необходимость, но сейчас пока все это мелочи, ребят, а что, надо сделать одно, чему учат Бовсыновский, и ничему учат, не учат в других школах, научиться пользоваться документацией, и по необходимости читать, а не сидеть, и днями чего-то там учить, да научитесь вы пользоваться документацией, и понимать ее, все, остальное все решится само собой, погнали, вот библиотека HTTP, давайте-ка мы сначала в нее перейдем, значит, вот здесь ради интереса есть это или нету, вы знаете, а вот интересно, но я не вижу, если здесь обработка HTTP запросов, да, но что такое, видите, они вот посчитали нужным не включить, ну ладно, мы не гордые найдем сами, так, продублируем вкладку, и побудем там, где мы были, вот с этого надо начать изучение Django, да, request, response, сам запрос, вот тут очень интересно, тут очень интересно, теперь читаем, когда запрашивается страница, Django создает HTTP request объект, смотрите, здесь не написано, что крутой пользователь с двумя там неделями опыта создает экземпляр класса и будет управлять Django, Django разработчики четко понимают, хрень не понаписывают, и все, и сайт голый, поэтому Django создает HTTP request объект, это то, что мы смотрели в ранее, да, не handler, а когда в SGI в начале смотрели, смотрите, который содержит метаданные, то есть иными словами необходимую информацию, сейчас мы посмотрим это подробнее, это путь страницы, метод, пост или гет, ведь надо это определить, разработчик может об этом не знать, ведь как же как-то умудряются большинство людей тупо писать эту фразу, потому что так пишут все, не задумываясь, так он напишет тебе и гет, с формой будет извлекать, если положили на разработчика, то получилось бы так, что мы бы увидели что? Правильно, мы бы увидели, смотрел во страницу, да, пишут, и везде все обходят, все обходят смысл, что книг понаписывали, и друг у друга переписывают, вот это делает то-то-то-то-то, а как? А хрен его знает, хорошее объяснение, давайте научимся читать документацию, зачем нам это знать? То есть, это сделано для того, чтобы разработчик, который копирует, не поставил сюда гет в форме, да, оно конечно не станет, но если бы могло стать, и мы бы тут увидели тогда пароль, да, в гет-запросе, такое неприемлемо, согласитесь, то есть, Джанго уже знает, страницу, которая запрошена, и получила все данные, затем, когда уже Джанго уже знает, и получилось, Джанго загружает соответствующее представление, то есть, сработал URL, после этого загружается представление, зачем? Для того, чтобы следовать логике, страницы, но кроме ентова, если мы имеем в виду, сейчас работаем только с HTTP запросами, то здесь есть, смотрите, несколько вещей, да, сейчас мы вот это будем прописывать, но есть еще куча методов, давайте это удобнее сейчас посмотреть справки, справки, да, а справки нам надо посмотреть ниже, вот оно, мета, да, то есть, их здесь много, дальше разработчик мог бы дописать, вот как мы с вами писали, да, излечение напрямую, чтобы не терять, то есть, излечь, излечь, да, допустим, не, не здесь, вот оно, путь, метод, это джанго уже, как вы поняли, извлекло, мета указывали, то есть, джанго-разработчик вот тут может добавить, ага, что это обрабатывается при помощи, например, браузера, Mozilla, то есть, дополнительно излечь, то, что для джанго, на самом деле не важно, давайте напишем правильно, просто, что значит правильно, ну так, слово принято, писатель запрос, потому что это и есть запрос, но по-другому не назовешь, и, зайдем сюда, да, тогда, и видим, вот мы захотели, ага, излечение произошло при помощи Mozilla, система Linux, такая-такая-то, да, Firefox и версия, то есть, все узнать о пользователе, можно все, вплоть до, там, всего, а вот, то, что мы прописали, дата и get, это джанго уже знает, она не допустит, что если это форма, чтобы это был get запрос, тут будет стоять пост, а и путь будет правильный, если он указан правильно, конечно, в URL, читаем дальше, в качестве, прохождения, в качестве первого аргумента функции, просмотра, да, иными словами, в юхе, каждое представление отвечает за возврат HTTP response объекта, ответа, да, сервера, в этом документе объясняется, бла-бла-бла, вы его изучаете, как вы его изучаете, ну, во-первых, здесь дам рекомендации, пропишите побольше мета, да, посмотрите, что будет происходить, это раз, второе, открываете Jupyter ноутбук, и проделываете вот эти все запросы, после того, как мы сделаем, вы будете уже понимать, проделываете, не просматриваете, понимаете, разницу в словах, большинство людей, что, посмотрел, и забыл, проделываете в Юпитере, да, берете, импортируете свою функцию, а как работает Jupyter ноутбук, открываем, Django 4, пишем сайт с нуля, тут, по-моему, семнадцатая, установка Jupyter, и установка от завершения кода, да, здесь есть уроки, мы с ним работать начали с нуля, это командная строка, не любим командную строку, программистами не будем, тоже справедливо, ребята, я знаю, что сейчас, это мне, снизу, да, кто-то будет сидеть, любители Windows, это люди, которые ненавидят, командную строку, ребята, прекращайте, я ж не имею против ничего Windows, прекрасная система, но пользователь, какая, для человека, который сидит в офисе, открывает одну программу, прекрасно, а вы программист, будьте добры, полюбить командную строку, а не кнопку тыркать, чтоб все произошло, поэтому, Linux, это самый быстрый путь, общение с командной строкой везде, и вы ее полюбите, и поверьте мне, вот отсюда начнется у вас другое программирование, ребята, это очень важно, нравится на Windows, я не против, программируйте, но только не обижайтесь, когда вы придете куда-то на работу устраиваться, и только вы скажете, я на Windows программирую, что бы вы дальше не говорили, понятно, перед вами любитель, любой уровень, который вы будете показывать, любитель, любитель, вам хочется так быть, если вы решили стать профессионалом, будьте добры, освойте Linux, и работайте как программист, пишите пальчиками, пальчиками, а не кнопки тыкайте, это рекомендация, так, идем в файл, хватит, а то видео длинное получится, и так у меня все длинные, уроки короткие, по 10 минут у меня, так, идем в HTTP, и так, открываем файл request, то, что нам интересует, и начинаем, что делать правильно, Болшуновский рассказывает, вот, когда вы будете смотреть эту страницу, да, вот, посмотрите, вот, после этого материала, посмотрите, сколько людей, вот, один не писал, вот, сейчас, вот, интересное с этим человеком произошло, три года писал, а, из Белоруссии, Дима, по-моему, да, значится, интересный человек, и, видно, что уже не мальчик, почему, ну, написал, пришел, я три года изучал, вот, только сейчас узнал, что функция это главное, ну, подождите, ребят, ну, давайте, сейчас, отвлекусь на одну секунду, и расскажу за одну секунду, многие посещают курсы, я не против, это все нормально, но я скажу одну фразу, которая, есть действительность, большинство курсов дают материал, как справочник, от и до, да, сначала до конца, пока человек дошел вот до сюда, то, что было раньше, он забыл, почему забыл, потому что, программирование, не получается изучить, только по одной причине, неправильного подхода, правильный подход, это, умение преподавателя, сосредоточить, внимание ученика, на определенных вещах, то, что есть, главное, вот, в школе, в первую очередь, я заставляю ребят, рекомендую, я ничего никому не заставляю, чтобы функции отлетали, это является ядром, все остальное потом, становится на место, мы видим, любой файл откроем, пайтон, любого другого языка, тут будет везде, в пайтон, деф, там, в gc будет, фаншн, и так далее, но, в любом случае, все будет, либо метод, либо функции, это, если главное, то, наверное, это, главное, но, что происходит, зачастую, зачастую, людей просто хотят, чем-то занять, но ведь занимаемся, программирование, занимаемся, при этом, есть даже, два хитрых подхода, одни говорят, ты давай, 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 вот, сейчас прорвет, ага, че, блядь, прорвет, вы головой-то начинаете думать, сорняков насадили, ну, давай, 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 сейчас они уберутся, да не уберутся сами, разгребать надо, второй подход, зачастую, ну, значит, это, наверное, не твое, че не твое, слушайте, кто вам такое сказал, он глины оделся, вы встаете утром, готовите чай, смотрите, вы ж не перепутали, соль с сахаром, то есть, четко заложили пакетик, потом в той же чашке попили кофе, ну, декоратором воспользовались, только не назвали это так, извините меня, но каждый человек от природы программист 100%, вопрос, разобраться, как это объяснить компьютеры, да как это ничего сложного нету, вот на этой странице как раз, чтобы не терять время, я рассказываю, вот этот парень, он, про который я начал рассказывать, он пришел, и начал мне писать, что, ой, вы что, функции, да это ж я три года буду, и то, и все, недавно все-таки написал, успокоился, сделал, прислал прекрасное домашнее задание, разобрался сроками по GS, и пошел дело дальше, ну все, пошло дело, ну и другие видео посмотрите, как ребята начинают писать, поэтому, есть только один способ, почему вы не будете программировать, если вы четко не будете понимать, на чем сосредоточить внимание, если это вам скажут, и вы это сделаете, то программировать вы будете, как следствие, ну а если, скажете себе, а дай-ка я перестану документацию обходить, вот с этого момента, вы ее начнете понимать, я открою один секрет, документация всех языков, все библиотек, устроена одинаково, научились одну читать, будете читать все, а как без документации жить, не знаю, можно, как все, угол, и побежал, да, что это, или как работает, и погнали, да, одни, которые не понимают, учат других, которые тоже ничего не понимают, при этом, работает, ну и ладно, ребят, это не выход, я не против гугл, просто перестаньте ставить гугл на первое место, сначала документация, а потом гугл, почему я вам показываю исходный код, вот показать такой умный бурсуновский, дело мне больше извить, мне пожалуйста нехуй, да, я вам показываю сейчас, прекраснейший способ, работы с кодом, а что такое работа с кодом, для участников школы, напоминаю, особенно новички, приходит человек, сначала обязательно, просто, надо посмотреть, да, разработка, система работы с кодом, хотя бы, здесь общее, да, дальше все в группе, я рассказываю, то сделай, то сделай, общее, иными словами, как мы работаем с кодом, и что нас ведет, смотрите, одно дело, мы пошли в гугл искать, мы не знаем, что делать, другое дело, мы начинаем работать по-другому, открываем документацию, джанго, и мы осознанно сейчас будем применять метод, какой, то есть, просмотр документации, дополнение его исходным кодом, ну давайте, берем конкретно, то, что я говорил, с чего надо начать, или уже забыли, что я вам говорил, что надо в командной строке проделать, да, и начинаем читать, что-то у нас в голове начинает сначала путаться, действительно, читаем, все сливается в одно, ребят, здесь приходит на помощь, что исходный код, смотрим, джанго просто, показательная документация, вот вы так стараетесь в будущем, когда станете профессионалами, а профессионалами вы точно станете, вот есть один человек, точно вот, но мнение которого на 100% будет правдой, то есть вам, вы можете в себя не верить, вам могут говорить, что может это не для себя, программирование, есть человек Бовсуновский, который в это верит, не потому что верит, вот я в вас верю, потому что вы хорошие, ребят, сделайте две вещи, я сказал, первая вещь, если вы поймете, на что в языке обратить внимание, начало, это во-первых функции, кстати, скажу первый пункт, а что функции в школе рассказываю, то разберетесь, то у вас появится ядро, второе, научитесь использовать документацию, в ней все написано, третье, начинайте использовать методы системы работы с кодом, чтобы происходило не чудо, а благодаря вашей работе кода, которой вы не понимаете, становилось меньше, которой понимаете больше, но не так, что год программирую, и до сих пор ни хрена не понимаю, так меняй систему работы с кодом, что там думать-то, меняй, меняем документацию, вот здесь написано, в этом документе объясняется, API, HTTP, реквесты, также респонс, которые определены в Django HTP модули, ну что здесь написано, здесь написано, что бери топой в документацию исходный код, ищи библиотеку, как написано, HTTP, и там найдешь реквест, открываем, и вот здесь для нас начинается откровение, смотрите, если б человек делал так, то вот таких вопросов, реквест, пост, а как это работает, вообще бы не возникало, почему, потому что, когда мы открываем, вот этот файл, начинаем его смотреть, нашляшки теперь реквест, и сразу, что нам бросается в глаза, это атрибуты, ага, а большинство людей, и ООП не знают, и атрибуты неправильно отрабатывают, и не знаю, с чего начать ООП, ну и здесь подскажу, с чего начинается изучение ООП вообще, с двух вещей простых, с трех, да, чтобы правильно заложить все это, открываем туториал, да, прекраснейшая книга, для новичка это как бред севой кобылы, уверен, знаю, но, ребят, сейчас скажу выход, открываем классы, открываем и думаем, не, открываем классы, и мотаем, это можно все прочитать, ребят, я знаю, да, читайте, там, книги читайте, читайте сколько хотите, пока не доходите, и, 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 все это читайте, чтобы общее представление было, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, так, стоп, где оно делось, сейчас я найду сначала, и вот начало, ба-бам, чего, объекты класса поддерживают, смотрите, что написано, не классы, а объекты, правильно, новичок, когда читает, для него что класс, 100 объектов, 100 хрен за углом, все одно и то же, а я, не я, головка от патефона, да, Буфсуновский ты, а тупой Буфсуновский говорит вам, ребята, вот послушайте, вот смотрите, здесь написано объекты класса, то есть классы и объекты это разные вещи, сейчас будем писать, еще поймете это тоже, да, поддерживают два вида операций, ссылка на атрибуты, ссылка на экземпляр, отлично, то есть первое, что надо, чтобы разобраться, ссылка на атрибуты, ну знаете что, у меня страниц 10 заняла ссылка на атрибуты, а вот это, а вот это атрибут, да, понимаю, одну строчку написал, так нахуй писать ты никогда не будешь, я тебе, блядь, напишу одну строчку, 100, 200, 300, чтоб снилось, чтоб голова дурнела от этого, чтоб ты чувствовал, что это атрибут, и от него уже все томно в душе, поняли, ну поняли, вижу, молодцы, все получится, и сельф, вот с этого начала, сразу кол с минусом ставлю, как только говорят, сельф это соглашение между программистами, да, это правильно, ну это можно сказать так, подойти к двери, приходим к двери мы с вами, мы, то есть это тупой Буфсуновский, и вы, кто там за компьютером сейчас смотрит, и вы мне говорите, ну мы же хотим, нам холодно, да, мы на улице стоим, мороз, а вы говорите, это замок, ну а дверь-то как открыть, а это я не знаю, ключ, наверное, надо, так вот этот сельф, наверное, что-то делает, ребят, уж точно, вот это программисту вообще надо понимать, а не то, что это слово соглашение между программистами, это уже результат, да, что мы, давайте договоримся, что вот эти действия будем обозначать сельф, ладно, поехали дальше, ну подсказываю вам немножко, а, ну и последняя подсказка, у вас же возникает вопрос, да, Буфсуновский, ты 14 лет занимаешься, да, уже там работаешь с языком, тебе-то хорошо тут сидеть тут и бла-бла-бла нам рассказывать, а, не, не, не правда, ребят, смотрите, а что мы делаем, вот открываем, да, последний хлопец, который был, да, ну приятно было посмотреть, приятно, молодец, вот он, сначала написал, помню, что я делаю, приходит человек, ну, каша в голове, знаний нету, я говорю, слушай, а сделай-ка ты, так, секунду, я ему даю файл, сложный файл, от приложения, тога, исходный код, я как раз по нему сейчас готовлю ему подсказки, да, чтобы правильно работать, то есть, и говорю, опиши-ка этот файл, что в нем понимаешь, ну, первая попытка это была, полный провал, это нормально, ребята, но смотрите, что происходит потом, говорю, слушай, а давайте-ка мы сейчас с вами рассмотрим все функции, и говорю, вот в функциях надо разобраться с параметрами, и смотрите, что происходит, что происходит, файл сложный, да, я еще не читаю, но, тем не менее, метод обязательных, неименованных, это ни о чем говорит, это говорит о том, что человек разобрался, в глоссарий залез, а там именно в глоссарии так называются, да, что такое позиционные, это в первую очередь неименованные аргументы сельф-виндов, он пока эмурана сельф, но он везде дал определение параметров, смотрите, что происходит, он их начал читать, а ведь лет 12-11 назад, это же произошло и со мной тогда, когда вдруг я жену зову, читал, читал, читал книгу, потом открываю джанг, ни хрена не понимал, говорит, слушай, это ж не точки, что это, это, говорит, ну, козябры какие-то, я говорю, это строка, вот в тот момент произошло что-то, и вот у этого парня сейчас произошло вот это что-то, когда он начал читать, и уже это считываться будет моментально, а потом все передается, да, и поехали дальше, пройдет немножко времени, он будет этот файл читать легко, потом другие, а потом исходный код станет его другом, то есть, ну, это все работа в школе, ребята, ох, загрузил я вас, да, кто-то расстроился, что не надо расстраиваться, нипочем, все получится, это уже 100% получится, так, идем дальше, итак, когда мы открыли файл, то нам сразу бросается в глаза, что это, что это, ребята, только что мы рассматривали, что как раз получается, это атрибуты, и здесь мы по буквам get и post большим видим, что это уже запросы, да, но здесь мы видим еще carry dict, иными словами, мы дочитываем и понимаем, что carry dict это что они пишут подобный словарю, а мы понимаем, что в словаре это ключ значения, но кроме этого понимаем, что, как они далее пишут, что он понимает и словарь, вот это найдите, сейчас посмотрите, да, вот это я был истинно, да, true, нас сейчас интересует пока get и post, да, и смотрите, вот то, что джанга уже может считать сразу на автомате, да, get, либо post, коки, мета, некоторые параметры, да, заголовок, допустим, файлы, да, есть или нет, все остальное уже по необходимости, так вот, когда мы посмотрели, что это get и post, нам это атрибуты, нам сразу стало понятно, и теперь мы можем, мы можем открыть и понять, так все-таки, в данном случае у нас получается, request будет все-таки экземпляром класса, да, post это атрибут, а get что такое, вот здесь начинается путаница, когда ученик, ученик, я говорю, когда, я-моё, когда человек начинает лазить по сайту, ну, например, там джанга заходит, да, он везде, он везде начинает смотреть такие вещи, ну, например, да, ну, допустим, керосит метод, он, некоторые спрашивают, а это не этот, например, get, да, это не этот get, там, а ты давай почитай, get, аргументы, возвращает объект, соответствующий заданным параметрам, ну, никак не вопрос, а вот здесь, ребята, называется, ни хрена не знаю Пайтон, почему, поэтому вопрос, наверное, что, а надо ли изучать джанга Пайтона, если мы изучаем джанга, а, ребят, Влад Бусыновский говорит с полной определенностью, да не надо, не надо, да хрена, будем в темноте ходить, так вот, вот эта библиотека имеет свой класс, этот get, это метод класса, а если мы откроем, допустим, вьюхи, тут тоже будет get, но это тоже другой get, это будет get, допустим, чего, класса, D-TV, хотя там вообще он для всех одинаковый, при помощи миксина все делает, ладно, это оставим, это мы у школы разбирали, для кого здесь, ребята, все довольно скучно, а здесь get обычного Пайтон словаря, давайте в этом разбираться, ради чего мы делали это видео, иными словами, экземпляр, атрибут и метод, обычный метод словаря Пайтон, вот он. Вот он, только нам надо документацию. Обратите внимание, когда я хотел найти в документации, я набрал Пайтон, набрал Орг, да, то есть, чтобы мне высветился именно сайт. Здесь мы видим, это список, это не то. В общем, я сейчас найду, потом к вам приду, как раз кофе попью, кто-то устал уже писать. Так, смотрим. Я мог бы пойти по-другому, просто хочу, чтобы мы с вами немножко поискали, да, научились набирать, это тоже приходит с практикой, да. Тут у нас что? Это у нас... Ну, вообще, на самом деле, сделаем проще, да, если не можете найти, то что делаете? Заходим на сайт Пайтон, открываем документацию. Сначала открываем туториал, либо библиотеку, а лучше библиотеку. Вот, например, Librar, а, нет, давайте Lang сначала, пробежимся, да. Сразу смотрим типы, нам на тип словарь, да, искали, искали, ну, допустим, не нашли, хотя при описании тут будут ссылки, но берем Librar, да, библиотеку. Тут точно будет, обязательно, да. Обязательно будет, почему? Потому что мы уже видим string, то есть здесь есть типы, единственное, что нам надо сейчас обнаружить среди всего этого, это словарь. И мы обнаруживаем его довольно быстро, mapping types dict, да, и сразу мы начинаем смотреть методы. Вот он метод. Возвращает значение для ключа, если есть в словаре, иначе по умолчанию, если по умолчанию не задано, по умолчанию используется нет, поэтому метод никогда не вызывает k-error. И сразу смотрим k-error. Я сейчас не буду трогать систему работы с кодом, как работать, так как я и так вам много дал информации. В общем, иными словами нам надо с этого понять только одну вещь. Что он возвращает? Возвращает значение для ключа. Что такое словарь, будьте добры, сами посмотрите, но, тем не менее, мы сейчас это напишем. Все, ребят, итак, получается следующая картина. Вот это выражение, которое мы пишем get или post, имеет такую вещь. То есть, экземпляр класса, в данном случае, post get. Отвечаю, сейчас не буду рыться. У вас еще, как мы в прошлом же видео мы рассматривали, да, что здесь можно написать слово Вася. Мы писали, прошлое видео посмотрите, оно будет работать. То есть, скорее всего, экземпляр класса делается как регулярное выражение. Любое слово будет. Потому что, вот попробуйте сейчас, потом, когда проделать то видео, введите первым параметром, да, цифру там 1, любую цифру. И, соответственно, здесь поставьте, да, вот эту цифру, которая в параметрах, да, которую мы применяем. Уже параметр. То это работать не будет. То есть, явно, что все следует за законом Python, что должно быть слово все-таки, да. Единственное, что Django сделала очень круто, что мы можем набрать любое абсолютно слово, кроме request. И это будет работать, так как это будет работать как первый, как параметр, да, как обязательный позиционный параметр первый, да, куда должен быть передан обязательный позиционный аргумент. И здесь как раз-таки Django сделала хитро, оно не стало зацикливаться на слове request, хотя его писать правильно, потому что это и есть запрос. Но можно написать другое слово, но не нужно этого делать. Ладно, надо код писать нам. Теперь принципиально понять, как это будет вообще работать. Открываем Jupyter ноутбук, я вам показывал, где его искать. Теперь давайте, ребят, что, какая наша с вами задача? Понять механизм, сделать что-то простое. Простое, но понятное, чтобы нам это можно было запомнить. Сначала мы сделаем класс field. Я сейчас объясню, покажу вам на примере, да. Да, упрощенный. Вот смотрите. Field types, да, то есть поля моделей Django. Возьмем наш проект, который мы пишем потихонечку. И запустим. Сейчас посмотрим, чтобы это было у нас в представлении, да, в голове. Так. Сейчас, секунду. Мы сейчас писали с аяксом, писали. Но смысл все равно остается тот же. Вот у нас поле комментария, да. Это, так как это форма, да, значит это постзапрос будет. Вот мы его и напишем. Иными словами, что делает пользователь? Хочет вести постзапрос. Вот мы взяли с аяксом в школе, сделали, чтобы вы видели, да, без перезагрузки страниц. Но сейчас это не так важно. Важно, что вот это отправилось на сервер. Если мы посмотрим сейчас, давайте заранее нам надо это понять все-таки. У нас была модель. Да, и в комментарии это было поле боди. То есть, когда мы смотрим на тот код, который мы копировали, то мы видим в запросе GET вот есть боди, да. То есть это уже, надо понимать, что это обращение к модели. Вот именно поэтому мы как бы сделаем, что якобы у нас есть некое простое поле. Создадим функцию INIT и в объем совершенно упрощенно CHARGEFIELD. Чтоб это было хотя бы чем-то похоже на джанго. В джанго все сложнее. Нам, вы не забыли, чтоб понять смысл, запомнить. Сельф у нас будет CHARGEFIELD при своем значении самому полю. CHARGEFIELD. Сами поля, сами поля, как мы видим, да, это обычные экземпляры классов. То есть везде есть переменные, которые присваиваются полю. Иными словами, используем мы всегда экземпляр. Помните, вот тут один момент еще напомню, особенно для новичков. Так, я говорил, да, классы. Когда мы начинаем изучать, да, будете изучать классы. Объект класса поддерживает два вида операций, ссылки на атрибуты и создание экземпляра. Ребят, обратите внимание, теперь еще раз обращаю ваше внимание. То, что я учу в школе, да. Открываем джанго тут, чтобы... Так. Вот то, что мы начали вначале, да, хотел обратить внимание, это важный очень момент. URL.conf, где мы рассматривали, как обрабатывается запрос. Обратите внимание, ведь не зря, да, посмотрите, как только один из шаблонов, туда экземпляр, да. То есть обращаем внимание на слово, что это, экземпляр. В данном случае вот это будет работать, экземпляр. То есть здесь мы уже точно себе отвечаем на вопрос, что во вьюхе, во вьюхе конкретно будет экземпляр, да, экземпляр, который является первым параметром обязательным вьюхе нашей функции. Дальше все это параметром, да, мы передаем все, для того, чтобы извлечь все другое. Но экземпляр класса http.request в данном случае. Здесь я, когда вы будете начинать изучать классы, обратите внимание, объекты класса. То есть не зря так написано. Почему? Потому что если глубже спросить себя, если есть объект, значит, наверное, есть класс. Абсолютно верно. Потому что ведь класс не используется. Почему? Хотя доступ к нему тоже есть. Джанго и это используют. Но надо, потом вы будете разделять классы и объекты класса. Иными словами, экземпляр это присваивается переменная, да, классу. То, что мы сейчас и будем делать. Поэтому, когда вы будете обращать внимание, да, с чего надо что отточить, ссылки на атрибуты и создание экземпляра. Вот эти вещи. На эти вещи надо научиться обращать внимание в документации. Почему? Потому что это о многом говорит. То есть поэтому нам надо все-таки, ребята, изучать. Я уже говорю без мата. Уже я говорю только серьезные вещи. Так что слушайте. Ну не очень серьезно. Отвлекаться можно. Иными словами, у нас есть класс, да. Далее мы берем некое поле, делаем экземпляр, да. Филс, присвоим значение классу филс. Только давайте, как будто бы у нас тут это много полей. И укажем, что мы прямо укажем здесь, чарльзфилд, именно пост. При этом пост мы подразумеваем в данном случае, да, что это будет пост-запрос. Просто нам так удобнее. Напишем второй класс. HTTP request. И напишем тоже метод init. То есть первичные параметры зададим класса. Упростим мы. Get не будем писать. Мы считаем, что происходит примерно то, что происходит. Где оно делось? То есть, иными словами, мы считаем, что ваш теперь request, вот здесь больше атрибута указано, да, но мы напишем только один пост. Потому что основная наша задача сейчас понять, что здесь стоит словаре подобное. Иными словами, все как в словаре. Если мы промотаем этот код, мы сейчас не будем его рассматривать, чтобы загружать вас. Нам достаточно, вам достаточно сейчас посмотреть в документации и почитать, да, специализированный, представляющий строку запроса, можно использовать для представления данных, GET и POST. Это подклассы. И все остальное. Посмотрите в документации. Сейчас мы его не разбираем, потому что мы все равно на него не влияем. Нам надо понять только механизм, что это работает как обычный словарь. Этого нам достаточно. Но, я вам еще что-то напомнил, если вам в программах понадобится написать что-то подобное словарю, но расширить, то вот этот код вам очень хорошо поможет. Поэтому я обратил на него внимание. Теперь давайте смотрите, что сделаем. Смотрите. Присваиваем значение. Во-первых, здесь стоит вопрос. Стоит вопрос, какой вопрос задают люди чаще всего. А почему мы здесь, когда это атрибут, нигде не используем self, как это в обычном языке. А потому что это и есть словарь. Self здесь не требуется. Сейчас поймете почему. Смотрите. Мы пишем self. Вот здесь мы пишем post. Большими буквами. Потому что под post мы предполагаем, что это будет библиотека HTTP. А все методы библиотеки HTTP пишутся с большой буквы. То есть это post запрос. Иными словами, запрос формы, как мы рассматривали. Значит, мы пишем post. Но вместо того словаря, который здесь указан, кередикт, то есть словаре подобный. Да, мы пишем просто словарь. Потому что работают они по одному и тому же принципу. Поэтому мы указываем ключ. Пост, да, только указываем, ну посмотрим сейчас как. И здесь считайте, что он будет нечто извлекать. Но в данном случае, ну пусть это будет, напишем. Извлекаем заголовок сайта. Так. Вот здесь что-то красным подчеркивается. Что-то я тут пока писал, напридумывал. Ага. Что оно пишет? Что не соответствует внешнему воздуху. Отступу. Почему он должен соответствовать? Он и не должен соответствовать. Что-то... Давайте попробуем. Это что-то... Что-то мудрит. Ну да, это джипайтер у меня что-то мудрил. Вот ему где-то, наверное, символ попался. Так, все. Теперь смотрим, что у нас здесь правильно. NamePost и SmartDefinet. Так, вот это пост, да, получается десятая строка. Поэтому, чтобы успокоить этого товарища, мы пропишем маломальский какой-то метод. Да, еще. Да, е-мое. Пусть это будет так. Так, пост, self, и пишем. Пост у нас будет присвоим значение пустого словаря. И вернем пост. Пост. Отлично. Так, теперь смотрим. Стоп, стоп, стоп. Еще кое-что надо сделать. CharsealPost, но в данном случае у нас действительно нет переменной. Поэтому мы поставим как строку, чтобы, ну, как говорится, стерпит тогда. Пусть это будет, оно и извлекается. Тогда успокоится. Дальше. Сейчас мы попробуем вот этот фрагмент отработать. Чтоб понять, да, работаем вот с этим вот фрагментом. Чтоб понять, да. Потом в джанго все это можно проделать автоматом. Главное, чтобы теперь у вас это будет уже не в темноте, а будет осознанно. Итак. Request. Присвоим значение. HTTP. Request класс. То есть, и что он должен сделать? Извлечь форму. В нашем простом случае это будет экземпляр класса Fields. Fields. И поле CharseField. Это все я говорю, ребята, что атрибуты надо отработать все от и до. Работа с атрибутами. Давайте теперь Shift-Enter. Все, не вызвало исключения. Все. Сначала вызовем сам реквест. Мы видим, что в данном случае получаем объект HTTP Request, который имеет место в памяти. Все отлично. Мы не видим других каких-то записей. Связанные, не связанные. То есть, здесь нету bound, да. На что надо было обратить внимание. У нас получается чистый экземпляр, это чистый объект. Экземпляр имеет все то, что умеет сам класс. И при этом не вызвало никаких исключений. А давайте-ка попробуем вот что сейчас проделать эксперимент с нашего кода. Взять Request и как атрибут Post использовать. Да, использую атрибут Post. Shift-Enter. Оба! Все нормально прошло. То есть, Request Post у нас излег заголовок сайта. Только в Django это было бы еще. Вот тут было бы, знаете что? Вот здесь бы, да, ключи, было бы еще такое. Мета, да. А дальше вот эта строка, она бы менялась, да. Не будем в это сейчас вдаваться, потому что это сейчас будет лишнее. Теперь представьте, что мы будем писать наше представление. То есть, будем писать представление, где мы вбиваем обязанного вбить Request первым параметром. Пишем наше представление. Пусть это будет представление detailPage. Излечь одну страницу в данном случае. И мы здесь выбрасываем сейчас промежуточный слой, который бы говорил, что здесь должен быть обязательно позиционный, первый позиционный параметр, который требует передачи первого аргумента. То, что вначале мы говорили и в первом видео про Mildware, да. Мы считаем, что это все есть, и поэтому нам надо механизм. Поэтому ставим Request. То есть, в данном случае, в данном случае, мы другое слово не поставим. Если мы, ну, смотрите, если мы поставим, ну, давайте до конца, Request, сначала делаем правильно. То есть, мы берем экземпляр. Как же можно понять, что они действительно берут экземпляр для проверки? Ну, это можно понять, во-первых, по документации, во-вторых, для этого надо еще открыть их тесты. Если мы хотим узнать немножко больше, да, и взять тесты Django, они находятся, да, когда они фиксят ошибки, да, то в конце мы находим сам тест, где они делают. Смотрите, тест создают функцию, да, дальше берут Request, присваивают значение htprsquest, то есть и проверяют метод. Request.method.get и так далее. Бла-бла-бла. Вот, как я говорил, там может быть мета, и пошел словарь, да, словарь, то есть извлечение строки, извлечение строки, извлечение сайта, извлечение порта и так далее. То есть, что нам здесь интересно? Нам интересно, что при проверке они явно, да, указывают тоже экземпляр, да, то, что мы делаем. Только мы делаем все это попроще. И далее мы пишем. Теперь мы добрались до истины, нам надо, чтобы работало вот это вот выражение. Вот это вот выражение, которое мы смотрели. То есть, получается, Request, присвоить значение, но мы можем здесь и сделать как там, форм, присвоить значение, Request. Итак, первое, что мы здесь ставим, это что? Это, получается, мы ставим параметр. Параметр, в свою очередь, в данном случае является экземпляром класса HTTP Request, да. Второе, как мы поняли, мы сами написали, что нам надо извлечь словарь. Ключ, ключом словаря является слово, ключевой пост, которое за собой в реальности имеет данные для извлечения, вот как здесь, да, там, заголовка, пути и так далее. Иными словами, то, что в документации RequestResponse имеется под мета. Мы с вами это видели. То есть, правильно, изучив что? Изучив работу с атрибутами, через точную инвентацию пишется как атрибут. Хотя здесь мы не имеем никакого отношения к работе с ООП, но, заметьте, мы в функции работаем с классами. Поэтому иметь представление об атрибутах – это основное. Что делать дальше? Смотрите, ребят, логически рассуждаем. Мы можем, конечно, пойти на страницу документации, назвать, вызвать документацию, вызвать RequestResponse, не вызвать, а открыть RequestResponse, дальше нажать Ctrl-F, если это Mozilla, и ввести Get-метод, да. Давайте посмотрим. Мы нашли его Get, да, здесь, но сам метод, который бы описывался для извлечения, мы здесь не найдем. А нафига? Вот здесь есть GetPort, то есть то, что написано в Django, но метода Get вы не найдете, потому что мы понимаем, а зачем его писать, если он есть в Python. То есть, иными словами, все становится совершенно очевидным. Когда? Когда мы понимаем саму суть, что нам надо извлечь, извлечь, ключ словаря. Да, в данном случае, self нам не нужно писать, по одной простой причине, если бы даже это было в классе, да, во-первых, это функция, а не метод. Во-вторых, где бы мы не использовали, нам надо просто. Для этого нам надо что сделать? Понять, а что извлекает. Так как мы с вами уже люди умные, грамотные, да, то мы с вами что делаем? То, что я и проделывал. Открываем документацию, открываем библиотеку и ищем словари. Далее нам надо просто найти метод get, который мы действительно здесь находим, возвращая значение для ключа. Иными словами, нам надо вернуть значение. Значит, вот здесь у нас key. А теперь давайте посмотрим нам наш код. Смотрите, что получается. Но мы будем здесь вводить что? Давайте. Мы будем вводить метод get. То есть нам надо извлечь слова. Значит, нам надо указать ключ. Укажем ключ, пост. Давайте попробуем. Пост. И сделаем, что нам надо вернуть. Вернуть нам надо форм. И отработаем. Так. Теперь вызовем эту функцию. DetilePage. Сначала попробуем вызвать ее без параметра. Один позиционный параметр. И вот здесь стыд, да, божий находится. Почему? Потому что опять, когда люди не изучают и начинают возить, вводить такие вещи, да, банальные. А банальные почему? Введите, попробуйте. Уберите сейчас частности, да. Напишем джанга. Уберем функцию, да. Вместо нее напишем любая. И возьмем. И вот смотрите, сколько людей, да, вот здесь. Так, так, так. Вот это уберем. Да, сейчас. И следующее, и следующее. То есть берем, и дальше, и пошло, и пошло. Сколько людей не хотят изучать основы языка, чтобы решать простые вещи. То есть даже думать не хотят. А все почему? А вот все потому. Вот таким методом изучали. Изучали. Пока это изучали, то забыли, да. А то, что главное, на что надо было сосредоточиться, никто им не сказал. Жаль, конечно. Болсыновский скажет. Так. Отлично. Итак. В объем пост. Смотрим. Правильно. СТР у нас нету. Это правильно. Пост из, но дефинет. Давайте смотреть, в чем здесь проблема. Проблемы на самом деле нет. Но давайте попробуем. Я специально ставлю, чтобы вы тоже как-то думали, ну что-то он не то вводит. Наверное, не то, да. Давайте-ка попробуем все-таки сделать что? Поставить здесь другой вариант. Какой вы предложите вариант? Давайте попробуем поставить форум. и проверить, да. А, формат. Стоп. Форум. Name. Форум. Если оно дефинет. Не работает, да. О, боже мой. Как это так? Оно берет и не работает. Так не может быть. Давайте request поставим. А вдруг? Тоже не работает. Ну, что-то мы напортачили, да? Хотя, код же должен работать на самом деле. На самом деле, я думаю, что давайте попробуем такой вариант, так как мы стараемся подражать джанго. И нам, давайте пока уберем форум и все-таки сделаем так, чтобы нам было понятнее, да. Пусть это все вернет реквест. Почему? Потому что, когда джанго, вот здесь работает, да, джанго, экземпляр класса, да, вот то, что нам надо главное понять. Экземпляр. Вот это прочитайте, как только срабатывает функция. И нам надо, чтобы отработал этот экземпляр. Поэтому попробуем вот так сделать сейчас. И у нас все отработало. Просто, когда пишется форма, обратите внимание, там же есть подготовительное. Если метод реквест, то есть, то это будет равно пост, потом дальше бла-бла-бла, мы назначаем переменные, и только потом уже где-то пишем, да, то есть, тут немножко сложнее. А нам надо сейчас всего лишь понять, как извлечь слова. То есть, нам бы пришлось еще кое-что дописать, чтобы это отработало. Но, тем не менее, извлекает заголовок сайта. То есть, в результате мы видим, что это отработало. Но просто не хочется больше писать коды. это, если вы захотите, еще что-нибудь намудрите. Вот здесь, когда мы реально смотрим, да, на джанго, то здесь, как я говорил, есть подготовительная часть. Реквест, то есть, объявляется метод, да, реквест-метод. чтобы уже эту тему, да, то есть, вот он, да, http-request-метод. И здесь все четко для нас описано, да. Строка, представляющая метод http, использование в запросе. Это гарантированно будет в верхнем регистре. Дальше мы можем зайти в документацию и глянуть для себя, не в документацию, в исходный код. на самом деле мы видим, во-первых, метод в атрибутах, но данный момент его не существует. Но далее он начинает везде использоваться. Не везде, но вообще. Сейчас, вот еще, да, то есть, загрузка постов или файлы. В общем, посмотрите. Дальше. Это не то, это, это не то. Давайте-ка мы немножко по-другому посмотрим. Метод. Правильно. А дальше его и не надо. По одной простой причине, когда мы его определяем, этот метод, нам надо просто почитать, да, методы, да, методы, а нам надо именно метод. потеряли мы его. А, ну вот эта строка, да, вот, которая нам надо было. река, река, способ, подобный словарю объект, содержащий заданные параметры, то, что мы с вами сейчас делали. Получить доступ вместо этого атрибута. то есть мы это сейчас не указывали. Давайте-ка мы посмотрим. Сейчас я вам дальше разъясню. До конца уже. Будем заканчивать. вот смотрите. Да, кстати, мета, видите, здесь целая куча всего заголовков. Что в Джанго еще делается, надо для себя понять. Сам механизм извлечения мы поняли. В Джанго делается, вот сюда, в Гет, да, на самом деле, ведь мы извлекаем ключ для поля. Мы вот с вами рассматривали форму, да, саму форму, комментария, да, вот смотрели. И это получается у нас не это. мы вводим сюда форму. Допустим, комментарий у нас имел поле боди, то есть само. Нам не надо в комментарии было ни заголовок, ничего. Мы решили, что и мы вводим. То есть, Джанго это связывает. Мы это не делали. Мы просто написали класс, чтобы иметь представление. Теперь давайте подводить итог. Давайте подводить итог. Так, отвлекался. Давайте вот что. Сейчас я хочу, чтобы вы запомнили, уже четко имели представление, что параметр, атрибут и метод. Python по извлечению ключа значения словаря. Теперь еще есть для понимания уже возвращаемся к Джанго и что делаем? Init смотрим. Предупреждение. Подкласс в SGA Request не вызывает супер. Любое присвоенное переменное сделано здесь должно произойти в SGA Request. Помните, мы с вами в SGA Request смотрели в начале? Ответ сразу понятен здесь. Если перейти в библиотеку HTTP открыть init, то Джанго держит в жестких рукавицах этот класс. То есть даже не полагаются на сам Python. Они четко проописывают, что модуль input должен импортировать. То есть все четко. Потому что когда мы перейдем того, с чего начинали в SGA, то они и пишут, и пишут, да, вставив, что все должно произойти при запросе. это это то, что происходит без участия, без участия человека, без участия нас. Это Джанго делает на автомате. То есть она четко определила и знает. Иными словами, получается следующее, что это как функция, да, которую мы написали, извлекли. это как механизм, да, запустить. И если надо писать дополнительное. Но не более того, ничего он не контролирует. Почему? Потому что Джанго напрямую работает, не дает пользователю ошибиться. Она напрямую работает с в СГИ и извлекает уже то, что им нужно. Что здесь еще нам осталось бы в данной работе непонятно. Мы написали класс филс только для примера. Просто не хотелось городить, чтобы путать вас. Но в конце концов то в любом случае пост запрос извлекает очень точно не очень точно, а извлекает какое-то конкретное поле. Иначе бы не было смысла. как извлекает. Вот это мы не трогали, я не хотел вас путать. Как извлекает. Вот то есть файл респонс ответ. Как раз где и вбита что по умолчанию должно возвращаться. Здесь обязательным параметром являются данные какие-то. а дальше пошло расписываться что нас здесь может заинтересовать пока нам надо HTTP респонс база. Базовый класс ответа HTTP с головками по словарю. По словарю, о котором мы говорили. там я немножко не то посмотрел сразу. То есть здесь ничего нет обязательного. Да, то есть идет заголовок. Дальше вы можете уже сами посмотреть. не буду сейчас вас путать, это мы оставим. Нам осталось понять, как же это поле попадает. Да все банально просто, как поле модели. Но давайте присмотримся к коду. Смотрите. Магии опять никакой нет. Магии никакой нет. Магии нет, если посмотреть полный код. Откуда же вплетается модель? Вот смотрите. Форму в школе мы хорошо изучали. Сначала мы определяем метод post. То есть есть request метод равен post. То есть это будет post-запрос иными словами форма. Взяли, допустим, определили переменную comment ks это пока мы ее опускаем и определяем переменную comment forum эта перемена нам нужна всего лишь чтобы возвращать форму на html странице. Она ничего другого не делает в начале. Теперь мы пишем если comment forum вот она вернула страницы и опять же говорю в школе изучали когда джанга она валидна. Иными словами форма отвечает всем требованиям она безопасна и ccf бла-бла-бла не буду рассказывать. Все это говорилось. Мы создали вот эту нашу переменную форум которую мы рассматривали из лечения да request получается у нас параметр далее post это у нас атрибут да класса потому что в данном случае это является и параметром и экземпляром класса. с этим с вами начинали смотрели да и get это метод по метод словаря python ну и здесь body то есть поле формы вот оно да если же мы сможем смотрим дальше смотрите создаем переменную comment comment это уже обращение к модели менеджер создать да создание самого комментария в форме вот это все отправляет и получает а вот этот код уже создает и здесь мы конкретно указываем и опять ссылаемся на реквест да на самом деле когда вы начинаете работать с этим реквест надо четко различать здесь реквест там работает с с с с с здесь реквест уже запрашивает юзера это внутри модели то есть джанго имеет свою систему аутентификации и он обращается к модели к стандартному юзеру который есть допустим вы зарегистрировались работаете своим джанго вы уже пользователь зарегистрировали другого а вот теперь смотрите что происходит body мы присваиваем значение форм body присваиваем значение форм вот этой переменной но здесь как мы видим так как джанго этого требует здесь у нас строка да так просто джанго вот по этому значению получается джанго а сейчас скажу как как в анекдоте да петька а а что такое говорит почему PR квадрат почему колеса у поезда стучат ну вы наверное знаете потому что радиус рампи квадрат вот этим квадратом и хуярит по рельсам так вот смотрите body присвоили значение форм а переменная форм она извлекая запрос то есть обращается но извлекает уже в данном случае поле которое относится конкретной модели и смотрите у нас пост пост дальше переменная которая имеет значение handle page если мы вначале посмотрим handle page это переменная часто используемых так то есть нам надо сейчас вьюха и вот это переменная да заготовленная функция то есть не переменная а функция которая имеет класс должен стоять раньше обозначалось то да почему-то словом то это был и был класс и мы ее заполняем поэтому в данном случае мы говорим о том что этот комментарий к посту то есть связывает да но мы айди сейчас пока не трогаем все это мы рассматривали поэтому не буду но это не иду дальше реплика ответ на комментарий даже и не смотрю то есть пост handle page в данном в данном случае дальше даже не будем рассматривать почему потому что уже просто запутаемся итак пока на этом закончу то есть я перед вами поставил еще больше я думаю вопросов чем ответов сейчас я думаю вам будет интересно вообще зайти сюда и посмотреть да но здесь только основные механизмы как вы видели жанга намного шире то есть я говорю я поставил перед вами больше вопросов на самом деле ковьюхи пользователей они вообще никаких требований не предъявляют так классы мы уже точно сейчас не полезем это генерик вьюга это уже классы мы сейчас сюда не лезем само представление последнее бы надо было бы посмотреть да само представление они вообще не предъявляют никаких требований функция представления сокращенно представление это функция python которая принимает веб запрос request и возвращает веб ответ это ответ может быть содержимым HTML страницы бла 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 все что угодно грубо говоря что все что лежит на сервере может быть вызвано при этом не обязательно HTML как вы видите да или вообще может быть там откуда хочешь другого компьютера главное чтобы написать правильно тот же HTML ошибки само представление содержит любую произвольную логику необходимо вернуть ответ то есть одно требование одно требование есть что мы должны поставить первый обязательный параметр это единственное что надо отсюда усвоить что у нас должен быть первый параметр request все дальше все будет работать пишем что хотим все правильно этот код может жить где угодно так как главное чтобы он был грубо говоря виден Python другим других требований нет никакой магии но Django конечно сделали все грамотно то есть они взяли file view хотя мы могли разместить код как они пишут лишь бы импорты были правильно дихотим но они сделали view чтобы тут жили в юхе ну а так по сути дела нет требований все ребят заканчиваем я ставил задачу не все вам только разъяснить моя задача была чтобы вы поняли что стоит вот за этим на самом деле я и хотел перед вами поставить очень больших кучу вопросов смотрите сколько у вас вопросов появилось но уверен что немножко больше итак к чему еще хотел подвигнуть ребят ведь с доками не так то трудно работать когда правильно изучаем python да то есть мы немножко поговорили о том на что обращать внимание в доках считывать понимать эти понятия это те же атрибуты объект атрибут допустим если брать как мы рассматривали с в сги там просто объект передается сам класс да там нашего вмешательства нет с другой стороны вавьюхи это экземпляр уже поэтому однозначно сказать вот там это так и так нет не получается джанго устроен на самом деле очень грамотно и не сказать что запутанно сказать что сложно да следующий момент что надо было бы еще вынести ребят я вам показал прекраснейший метод работы с документацией дополнения исходным кодом нам не надо понимать весь исходный код хотя бы на первом этапе нам надо просто понимать что мы там хотим посмотреть в данном случае я вам продемонстрировал что мы смотрели атрибуты для нас все стало понятно по крайней мере допустим я когда первый раз помню гляну для меня понятно откуда это взялось это же атрибут потому что я знал что такое атрибуты в пайтом потому что я хорошо отработал но как мы видели многие ребята даже так примерно знают и все это плохо ребят это очень плохо откуда же будет код хороший следующий момент особенно для участников школы есть еще уроки блокчейн почему это важно потому что dap spb-tut.ru потихонечку я их делаю не спеша но понимаете функции вот когда приходит человек в школу я в первую очередь наседаю на функции чтобы человек начал писать читать код то есть куда-то логику надо цеплять но когда человек проходит функции пайтон здесь все понятно здесь все понятно потому что я заостряю внимание возьмем пока любой метод а мы списали там функцию да то есть метод в данном случае я говорю что на автомате считывать несколько вещей первую вещь это значится параметры функций вызов функции и исключения и вот показываю прекрасный результат парня который вот я рассказывал по этому видео да который говорил я же не знаю ни параметра ничего но при этом не пишу начинает писать про этого парня из Беларуси а вот интересная вещь была вот свар торнадо присылает через время функции пайтон и что произошло ага разобрался как известно из документации аргументы функции и пошло да по позиции по ключевому слову начал разбираться что меня поразило ну вижу что наблюдаю за школой потому что учтены все ошибки ну молодчина я так понимаю что Диме лет 50 но когда я он пришел первый раз я же ему сказал кол с минусом ну потому что ну как это так назвать когда просил описать класс он мне говорит сельф это соглашение между программистами да хоть оно что будет мне интересно что это для программиста значит в плане прямом кол с минусом сразу ну не переживайте я себе ставлю 2 с минусом 2 с плюсом поэтому даже кол заслужить у Бусановского это уже считайте пятерка по стару дальше начал проделывать давайте тогда посмотрим на исключения которые могут быть в таком случае вот оно начинается работа вот с языком через исключения тогда не будет этих вещей возникать что я полезу в гугл потому что у меня чего-то там не стоит конечно это никогда не увижу ни в коде ни в документации если я этого в принципе никогда не видел отсюда это начинается поэтому потом когда вот как я показывал с документацией то таких вещей конечно не будет происходить вы просто уже будете четко понимать таких вещей уже не будет происходить что вы будете лезть за простой ругается и снова ругается то есть начал подходить серьезно дело пошло слава богу так так вот я говорил почему блокчейн а потому что это очень хорошо прочистит мозги потому что солидите по сравнению с теми с такими языками как например там javascript python kotlin там все классически и очень тяжело тогда выделить а как же ускорить как что сделать но когда мы начинаем изучать солидность солидность и понимаем уже да что такое параметры уже можем писать функции то здесь у нас мозги прочищаются капитально а капитально в каком смысле а мы в функции должны учитывать намного больше параметров почему а потому что уже от нашего кода зависит конкретная стоимость контракта можно написать такой код что развернул контракт и уже денег не будет и покупать то не за что а это зависит от вещей а где храним и когда вы изучив функции пайта начинаете копать еще функции солидности то здесь оказывается начинается в той же функции намного больше вещей и вы начинаете задумываться а действительно а как же вот мне брать в пайтон список или словарь чтоб это быстрее а чтоб безопасней просто этот язык это вскрывает моментально здесь сама функция уже даже пишется таким образом что мы должны указывать параметры должны указывать видимость должны указывать я здесь вот не вижу что это должны указывать место хранения тут функции довольно богатые да но вопрос в том что понимаете на этой разнице вы немножко по другому точно будете относиться к функциям да и технология вам пригодится я потихонечку делаю но вопрос в том что вот этот момент я хотел сказать да вот допустим сегодня пришел новичок что я ему написал вот человек написал зовут тимосей да зашел лучше начать джанго просто я абсолютно ноль программирую но готов и хочу внимательно и прелезно изучать но как он будет изучать как у него получится это было бы желание я для него предоставил несколько вариантов джанго лучше начать изучать конечно имея отличное представление о функциях и хотя бы более-менее нормальное представление о классах да то есть хотя начало можно начать уже скоро скоро когда немножко почувствует и силы потому что начинаем то мы все равно спайтом виртуальное окружение установки библиотек то есть уже можно ковыряться да начать вторая вторая возможность это просто начать с путеводителя и делать и будете переходить эти не связаны джанго джанго вы сами определяете когда изучать есть третья возможность кто хочет немножко работать в группе да если вы ноль беды здесь нет тогда вперед тут я ему дал сразу задание прежде чем он придет и смотреть что ему делать дальше ведь если ноль надо как-то подготовить человека я ему сказал иди ты парень попробуй вот это вот первое видео сделай разберись с переменными люди разные приходят одни приходят с хорошими знаниями но с мешаниной в голове с кашей другие приходят что-то знают но толком ничего не знают кому-то надо просто связать в голове все по-разному поэтому в данном случае я посчитал даже я ему не давал файл описать потому что я знаю что как я обычно делаю потом дам описать файл чтобы в первую очередь он сам понял свой уровень чтобы ему было куда тянуться дальше сбросить вот это все сделать и сбросить группу потом я ему сказал после этого как опишет пройти функции они тут уже начинаются да функции параметры погнали и потом я ему сказал получить уже сейчас общие понимания о системе работы с кодом пусть общие это то что я вам сейчас рассказывал допустим что исходный код но неименуемый его все равно ждет то же самое что я делаю абсолютно для каждого человека а это то что я делаю это я даю посмотреть работа с настоящим кодом потому что все остальное это бессмыслица просто будет получаться то что будет получаться что сначала он будет одно видеть вот он начнет видеть я уверен переменные это уже хорошо и так от шага к шагу он научится читать все файлы сначала идет ребята чтение и понимание а что делает большинство ребят они уже программируют а в исходный код не ходят ведь там ничего не понятно и в документацию не ходят так там вообще ничего не понятно а тут Бовсуновский умный пришел тут рассказывать нам ты что нас вообще хочешь тут чтоб мы не знаю что уже разрыв сердца был ты нам говоришь и про документацию и про исходный код спокойно ребята все точно получится не вы первые не вы последние надо просто принять решение перестать обходить документацию кому кто хочет побыстрее все приходите в школу один человек сбросил в руку второй все это вы будете видеть многие люди просто за кем-то наблюдают и делают их рекомендации все по-разному в общем все получится длинное видео получилось ну так вот и не придумайте себе что у вас не получится получится точно я не вижу причин чтоб могло не получиться только надо правильно подойти понравилось ставьте лайки спасибо спасибо за доверие спасибо спасибо Продолжение следует...